Коллеги, добрый день всем еще раз. Меня слышно, да? Я третий раз выступаю на этой школе и третий раз все время говорю о том, что я буду говорить о взрослых, но будем стараться переносить это на детей. Потому что действительно опыта лечения детей у меня нет, но вот опыта детей лечения, я так понимаю, в этой области особо и ни у кого нет, насколько я понял по поиску литературы. Я врач-психиатр, ассистент кафедры, и наша кафедра базируется в больнице Ганнушкина при отделении, которое занимается лечением резистентных и гоморобидных пациентов. Это те пациенты, которые мы каждый день лечим, видим и работаем с ними. По разным данным, даже до 70% пациентов шизофрении на каком-то либо этапе страдают терапевтической резистентностью. И это самый такой, наверное, сложный и инвалидизированный контингент наших психиатрических пациентов, у которых низкое социальное, понятно, и профессиональное функционирование, они чаще требуют ухода, в том числе и ежедневного ухода, высокоинвалидизированные, часто проживают в специализированных учреждениях, в интернатах. Ну вот это наш взрослый, конечно, контингент ваш, а ваш к этому стремится, наверное. И такие пациенты по всяким фармакоэкономическим исследованиям стоят, смотрите, что до 10-11 раз дороже обычных пациентов шизофрении. И проблема детской шизофрении, детской психиатрии достаточно серьезная. И я вот посмотрел, что только 4,5% исследований, связанных с шизофренией, проведенные, да, вот с 2006 по 2011 год, относятся к педиатрической популяции. Все остальное – это взрослая популяция. Какие клинические характеристики терапевтической резистентности? В общем-то, грамотная ее диагностика, наверное, первое основное правило. И впервые критерии терапевтической резистентности в конце 80-х годов выделил Кейн, достаточно серьезный и популярный исследователь в этой области, он до сих пор активно публикуется. И при разработке критериев перевода пациентов на клозапин, он таким образом выделил критерии терапевтической резистентности. По анамнезу – это отсутствие хорошей социальной адаптации в течение 5 лет, 3 неэффективных курса антипсихотиками, 2, чтобы эти препараты были разными классами, доза не менее 1000 мг хлорпромазина, заметьте, что доза достаточно высокая, и длинительность не менее 6 недель каждой. Психическое состояние, при этом общий балл по шкале БПРС больше 45 баллов, что соответствует острому состоянию, все-таки начало острого состояния, или, как говорят, умеренная степень выраженности и выше психотической симптоматики. Это либо мышление, либо какие-то бредовые идеи, либо галлюцинаторное поведение. Балл, соответственно, по СИДЖАЭС тоже 4 балла и выше, соответственно, говорит о остроте состояния. И при проспективном наблюдении отсутствие эффективности терапии галлоперидолом в дозе до 60 мг в сутки сроком не менее 6 недель. Это были, повторюсь, первые критерии, и все остальное, все остальные критерии, в общем-то, основаны на них. В нашей стране, в русском, также в 88-м году описаны тоже достаточно интересные критерии, которые немножко по-другому на всю эту ситуацию смотрят. Они очень-таки сложны для понимания, но вот их 4 вида резистентности он выделил. Не буду все зачитывать, что несмотря на интенсивную терапию средства повышения эффективности, то есть больной остается резистентным. Мы его лечим, он не отвечает. Второй вид резистентности говорит о том, что больной, у него умеренно прогрессивный процесс и возможно достижение какой-то ремиссии, но при этом биологическая возможность уже терапии исчерпана, они дали какой-то результат, но возможно недостаточно эффективность социореабилитационных мероприятий. Третье, это больные тех, у кого на начальных этапах отмечался ответ и позже со временем он становится менее выраженным и они становятся резистентными уже в процессе. И четвертое, это псевдорезистентность в результате недостаточности каких-либо факторов. В 2016 году рабочая группа по ответу и резистентности психозов на большом заседании, на сегодняшний день это, наверное, самые основные, самые полные критерии резистентности, которые вот они выделили и описали. Это наличие симптомов не меньше, чем умеренной степени тяжести выделения, они выделяют резистентность именно позитивного, негативного или когнитивного доменов симптоматик. Длительность симптомов не менее 12 недель у пациента должны наблюдаться, при этом должен быть сниженный уровень его функционирования по определенным шкалам. Продолжительно, соответственно, адекватная терапия должна быть не менее 6 недель в дозе эквивалентной 600 мг хлорпромазина, два неэффективных курса антипсихотиками, различными антипсихотиками, и приверженность к терапии. Они выделяют это отдельно и описывают целым большим абзацом об этом, что необходимо оценивать приверженность к терапии. То есть это, в общем-то, в клинической практике можно сделать двумя путями. Либо терапевтический лекарственный мониторинг, что в наших реалиях сложно, то есть мы смотрим концентрацию препарата в крови, таким образом мы будем уверены, что больной принимает лекарства. Либо один из курсов проводится инъекционным пролонгом. Соответственно, он удлиняется по протяженности, это уже не 6 недель, а для каждого пролонга свой, но это уже месяц. Также они выделили ультрарезистентность. Это пациенты с резистентностью, которые не отвечают на адекватную терапию к лозапинам. Но на сегодняшний день в клинической практике руководствоваться наиболее удобно. Следующая классификация – это отсутствие ответа на два курса антипсихотиками, минимум один из которых проведен атипиком. В адекватной дозе. Адекватная доза у нас по последним данным от 400 до 600 мг в аминозиновом эквиваленте и продолжительность не менее 4 недель. При этом сохранение стойкой психотической симптоматики, которая оказывает влияние на поведение и функционирование, и сохранение суицидальных тенденций, насильственных действий или коморбидное злоупотребление ПАФ. То есть пациент коморбидный автоматом считается резистентным. Итак, что касаемо псевдорезистентности. Я свой доклад именно на этой классификации во многом построил. Что касаемо псевдорезистентности. Вопрос достаточно серьезный. И псевдорезистентность, ее можно разграничить. Многие факторы на нее влияют. Это несоблюдение режима приема препарата, плохое всасывание препарата за счет различных факторов. Выделяют также слабое проникновение препарата через гематренцефалический барьер за счет каких-то индивидуальных особенностей пациента. Различные взаимодействия между лекарственными средствами могут влиять на эффективность, как повышая ее, так и понижая. Изменение метаболизма и изменение объема тела. Что касаемо изменения метаболизма, есть такой интересный факт, что вот зипразидон, препарат достаточно известный, его биодоступность в значительной степени зависит от приема. Так его прием с завтраком, вот доза 20 мг, если препарат применять совместно с завтраком, причем там калораж даже рассчитан был около, по-моему, 900 калорий должен быть завтрак. Вроде 600, нет? Вроде 600 минимум. Да, да, 600. Значит, его биодоступность 60%, если без еды, то 30%. Соответственно, это может значительным образом повлиять на эффективность. Ну, или изменение объема тела, соответственно, тоже может каким-то образом оказать влияние на ответ. Ну, вот сегодня мы с вами поговорим в основном о первом виде. Это такая первичная резистентность, ранняя резистентность ее называют. То есть пациент изначально, несмотря на какие-то эффективные методы терапии, эффективные у других больных, не дает ответа. Либо вторичная резистентность или поздняя резистентность, когда пациент сначала отмечается эффективность, потом она утрачивается. И, в общем-то, сегодня есть таких два достаточно больших исследования, которые попробовали в этой проблеме разобраться. Тоже авторы, такой есть в мире ограниченный круг, наверное, исследователь, которые занимаются резистентностью. И вот в основном все эти работы выходят под их именами. Вот 17-й год, опубликована работа, значит, достаточно большое, тоже масштабное, долгое исследование. Всего включили 557 пациентов, наблюдали их 10 лет. То есть второй визит был проведен через 10 лет от включения в исследование. Пациенты на первом визите, когда фиксировали возраст, начало заболевания, чтобы выделить какие-то... То есть авторы постарались посмотреть эпидемиологию первичной резистентности и постарались выделить какие-то критерии, предикторы, вернее, клинические. Фиксировали возраст, начало шизофрении в каждом случае, способ начала, они разделили на быстрый и медленный. Быстрый способ до месяца манифестации психоза, то есть такая быстрая симптоматика. Медленный – это свыше месяца постепенное нарастание психотической симптоматики. Важный фактор – срок нелеченого психоза. Он всегда фиксируется в случаях резистентности и очень много работ, которые показывают его значимость. Именно сколько пациент находился от начала появления психотических симптомов до попадания к специалисту. Вот этот срок очень важен. Психическое состояние с помощью опросника SCAN они оценивали. И через 10 лет провели второй визит. Уже они смогли найти из 557 только 434 пациента. И у 323 из них они смогли какой-то внятный собрать анамнез, анализировать их течение и терапию проводить. Также оценили их психическое состояние и, в общем-то, течение болезни и терапию. И они получили, что 23% из всей этой выборки, из 323 человек, имели терапевтическую резистентность. То есть они отвечали критериям терапевтической резистентности. При этом 84% из этих 74 пациентов именно отмечали критериям ранней резистентности. То есть это были те пациенты, которые были терапией антипсихотической, которая была абсолютно неэффективна. Сразу с начала манифестации она не дала никакого эффекта. И только вот 12 пациентов, 16% у них в среднем развилась резистентность в течение 5 лет и примерно в течение 4 госпитализации в среднем. То есть она уже появилась в процессе, несмотря на... Сначала эффект отмечался. Они выделили предикторы. То есть по их мнению, вот следующие факторы являются какими-то предикторами. По ним можно как-то заподозрить, что у пациента будет резистентность именно в общем. То есть это более раннее начало, более выраженные негативные симптомы. Причем они делали даже логистическую регрессию и показали, что если при наличии 4-х симптомов негативных, риск резистентности увеличивается в более 2-х раз. А при наличии, по-моему, 8-ми симптомов около 7-ми раз выше риск резистентности. Соответственно, более медленное начало заболевания тоже является риском резистентности. Но мы, наверное, все это в клинике также знаем, что если психоз медленнее, пациент к нам дольше идет, то это хуже. И мужской пол. Несмотря на то, что шизофрения чаще появляется у женщин, именно мужчины чаще страдают резистентностью. Вторая работа тоже примерно же по срокам в эти же годы была проведена. Тоже достаточно, не знаю, Вали, Вели, очень известный автор в этом роде. Также они провели подобную работу, только наблюдали пациентов около 5 лет. 283 пациента включили. Через 5 лет 246 осталось. Оценивали они ПАНС, психическое состояние по ПАНСУ. ГЭФ – это шкала социального и профессионального функционирования. Также срок нелечного психоза. Семейный анамнез они собирали в плане наследственной отягощенности. И уровень интеллекта они оценивали. И, в общем-то, все это повторили с анализом течения болезней и терапией провели через 5 лет. Они получили примерно схожие результаты. То есть 33-34% из этой общей их выборки страдали резистентностью в целом. 70% пациентов у них была ранняя резистентность. Также ни один из курсов не был эффективен. В общем-то, психоз никак в течение 6 месяцев оборвать не удалось. И позднюю резистентность у 30% была. То есть также в процессе появилось. Они отметили, что вот именно пациенты с ранней резистентностью для них был свойственен более молодой возраст сначала. До 20 лет манифестацию психоза. То есть это вот как раз тот контингент, который к вам попадает. Более выраженная психопатологическая симптоматика в начале заболевания при сравнении. И мужской пол. Более того, эти пациенты, там также негроидная популяция была. И вот при выделении предикторов они отметили, что именно негроидная этническая принадлежность у мужчин является таким более сильным фактором, который предрасполагает к развитию резистентности. Что с причинами? Мы к терапии попозже перейдем, но в обоих этих работах, на мой взгляд, важность подчеркивает, оба автора группы подчеркивают ту важность, что выделение предикторов необходимо в клинике для того, чтобы начать терапию как можно раньше. Противорезистентную терапию именно в нашем случае клазопин, я буду дальше об этом говорить, потому что риск с годами, риск эффективности терапии с годами, с месяцами значительно утрачивается. Какие на сегодняшний день биологические характеристики? Есть терапевтическая резистентность, что известно по клинической фармакологии психотропных премаратов, есть фармакодинамические, фармакогенетические факторы. И сегодня о терапевтической резистентности можно говорить по дофаминергической, серотонинергической, глутаминергической системе. И по фармакогенетической это семейство цитахромов печени. Какие-то данные есть по этим системам. Что по дофаминергической системе известно? В классической шизофрении мы знаем, что позитивные симптомы это усиление нейротрансмиссии рецепторов дофамина второго типа, субкортикальной, лимбической области. Негативные симптомы это снижение нейротрансмиссии Д1 рецепторов, префронтальной коре. А у пациентов с резистентностью достаточно большое количество данных говорит о том, что снижен синтез дофамина в полосатом теле и повышен уровень глутамата в передней поясной извилине при нормальном синтезе дофамина. И есть ряд авторов, которые выделяют так называемую недофаминовую шизофрению. То есть что обмен дофамина в принципе при резистентности не затронут. И это отвечает тому, что классические наши антипсихотики в общем-то не работают у таких пациентов зачастую. Ну, серотонинергическая система достаточно широко начала изучаться с созданием ЛСД. То, что ЛСД индуцированное психотическое состояние в общем-то очень сильно напоминало шизофрению и симптоматика вся. И развитие шизофрении связывали как с чрезмерной активацией, так и с ускорением серотонинергических рецепторов. И в общем-то Клозапин. Наш препарат, который, как вы знаете, имеет единственную доказанную эффективность в отношении терапевтической резистентности, реализует свой механизм действия именно за счет действия на серотонинергическую систему. Почему именно Клозапин, никто до сих пор не знает. Почему именно он обладает таким действием. Ну, соответственно, дисфункция серотонинергической системы играет, безусловно, какую-то роль именно в развитии терапевтической резистентности. Действительно, есть работы некоторые, которые подтверждают, что носители, например, двух определенных полиморфизмов, серотонинергической и дофаминергической системы, лучше отвечают на терапию антипсихотиками. Как-то это все влияет на ответ. Соответственно, есть данные, что какое-то очень сложное взаимодействие между ними и говорит о связи этих систем. Глутамат – трагическая система, да, тоже давно исследовалось, было покажено, что уровень глутамата снижен еще около 50 лет назад. И действительно, большие работы велись, изучались разные препараты на МДИ, рецепторы взаимодействующие. И, в общем-то, антагонисты, МДИ-рецепторы вызывают поведенческие когнитивные расстройства, которые сходны во многом в шизофрении. А агонисты улучшают психическое состояние. И сейчас исследуются препараты для лечения негативной симптоматики именно в действующей на МДИ-системе. И что известно? Известно, что у пациентов с терапевтической резистентностью повышен уровень глутамата, да, по сравнению с, в передней поясной коре, по сравнению с пациентами, отвечающими на терапию, то есть, респондерами, так называемыми. И вот другое исследование показало, что пациенты с повышенным уровнем глутамата передней поясной коре и нормальным уровнем синтеза дофамина часто отрадают резистентностью. А антипсихотическая терапия только в незначительной, ну, в небольшом проценте случаев у некоторых пациентов, в общем-то, влияет и снижает уровень глутамата. Тоже данные интересные, говорят о том, что все это как-то связано и задействовано. Таким образом, что на сегодняшний день мы знаем об этом, что нормальный уровень дофамина у пациентов с терапевтической резистентностью повышен уровень глутамата, да, по сравнению с тем, что у других он снижен. И знаем то, что клозапин реализует свои действия за счет серотонинергической системы и, в общем-то, снижает проявление терапевтической резистентности. С чем? Значит, вот поздняя терапевтическая резистентность, это как раз та резистентность, да, немножко слайд этот у меня не в том месте оказался, когда был изначальный ответ, и потом этот ответ утратился. И многие, как раз вот авторы сегодня связывают это, нет определенных, безусловно, биологически эти пациенты отличаются от тех, у кого резистентность сначала отмечается. Но ее связывают либо с эффектом от антипсихотической терапии, то есть в процессе воздействия антипсихотика на организм как-то меняется его биология, и у пациентов утрачивается ответ. Дофаминовая сенсибилизация, нейродегенеративные какие-то могут быть процессы. И что показано уже на сегодняшний день, это увеличение числа рецепторов дофамина на фоне приема антипсихотиков. То есть они растут, рецепторы дофамина. Возможно, в этом есть какая-то тоже логика по действию. Так, семейство цитохромов в печени, вы все знаете, да, что лекарство поступает, всасывается, трансформируется в печени под действием цитохромов, и дальше уже, в общем, действует на органы мишени и центральной нервной системы. Что важно, это уровни метаболизма, безусловно. Мы все знаем, да, на четыре вида они делятся, медленный промежуточный, нормальный, быстрый. Соответственно, чем быстрее перерабатываем, тем быстрее метаболизм, тем меньше концентрация препаратов в крови. И какие-то тоже эти эффекты могут влиять. И есть несколько отрывочных работ, показывающих то, что каким-то образом может быть показана связь с резистентностью. Вот первый клинический случай, по сути, это 2002 год, вот что я нашел, это уже пожилая пациентка, страдающая шизофренией. Авторы выделяют, что у них был плохой ответ на антипсихотики, не более того, нет каких-то четких критериев в работе. И они генотипировав ее, получили, что она является ультрабыстрым метаболизатором, и, в общем-то, связали это с тем, что вот как раз ответ был плохой. Но это низкий уровень доказательности, никакой проверки не было. Предположение, да, возможно, но не более того. А дальше, это уже позже, восьмой год, уже выборка посерьезнее, 186 пациентов, они были резистентны только к типичным антипсихотикам. Там было буквально несколько препаратов, галоперидол, зукопинтиксол был, еще что-то. Вот, также получили ассоциацию уже ЦЕП-3А4 с терапевтической резистентностью. То есть тут уровень метаболизма не смотрели, это просто было ассоциативное исследование, увидели ассоциацию, и, в общем-то, на этом все закончили. Вот, и 2018 год, это вот как раз исследование близко вам, 9 пациентов подросткового возраста, причем исследование вам в серьезном журнале. Но, значит, там не было нозологической принадлежности, были различные диагнозы, резистентность была к различным схемам терапии, но основной был всегда антипсихотик. И авторы получили, что функциональная аномалия ЦЕП-2Д6 именно связана с терапевтической резистентностью. То есть у пациентов, у которых был плохой ответ, у них была чаще какие-то функциональные аномалии. Вот, но 9 пациентов, выборка маленькая, сами авторы пишут, что надо относиться к этому спокойно. И что на сегодняшний день известно о терапевтической резистентности вообще при шизофрении? Это комплексное состояние, безусловно, нельзя всех грибти под одну гребенку. Это и генетические факторы, это эпигенетические факторы, безусловно, и сейчас они изучаются, есть работы по микро-РНК, то есть микро-РНК регулирует экспрессию различных генов и другие эпигенетические факторы, и факторы окружающей среды, безусловно, и пол, возраст, соматическое состояние пациента, также мы все понимаем пищевые предпочтения, курение, злоупотребление алкоголя и вообще потребление. И нерациональная терапия тоже повышает, есть работы, говорящие о том, что при нерациональной терапии повышается риск терапевтической резистентности. Что касаемо терапии, терапевтической резистентности, ее можно грубо разделить на таких три домена. Это лекарственные методы, методы так называемой стимуляции мозга и психотерапия. По лекарственным методам, безусловно, первое место занимает клозапин. Это единственный препарат, антипсихотик, у которого доказана эффективность в относительно симптомах терапевтической резистентности. Он считается, что он работает там, где другие антипсихотики не работают. Но примерно 40% по статистике пациентов даже на него не отвечают. Это понятно, что редукция преимущественно позитивной симптоматики. И если сравнивать с антипсихотиками первое поколение, он улучшает негативную симптоматику, снижает суицидальность. Вы также, наверное, знаете, что пациенты шизофрении с активными суицидальными мыслями, тоже показания назначения клозапина, снижает агрессию, повышает качество жизни. У таких пациентов когда назначать? Вот это очень важный факт. И я даже был впечатлен, когда начал по этому поводу искать информацию, что очень много работ, показывающих именно важность проведения быстрых противорезистентных мероприятий. Вот видеть несколько таких выдержек, что начало терапии срок до 2,8 лет от манифестации значительно повышает шансы на его эффективность. У женщин с каждым годом отсрочки назначения клозапина, его эффективность снижается на 15%. С каждым неэффективным курсом до назначения клозапина эффективность последнего снижается на 10%. То есть чем быстрее мы увидим, что у пациента неэффективны 2 курса, и начнем терапию клозапином, тем это будет разумнее. В нашей стране, я раньше думал, так скажу вам, что это проблема нашей страны, что клозапин назначают часто как снотворное средство, на ночь немножко, и не лечат им, и иногда даже встречается, когда просто не отвечают на терапию, например, галлоперидолом, ему дают 100 мг клозапина и пишут с противорезистентной целью. Это им в качестве иммунной терапии очень редко лечат, но на самом деле, поискав работу, я понял, что это общемировая проблема. Клозапином лечить боятся, и буквально до половины пациентов во всем мире, даже в развитых странах, которые нуждаются в его назначении, его не получают. Соответственно, чем раньше, тем выше эффективность его. Как назначать? Считается в среднем, что противорезистентная доза начинается от 500 мг. В исследованиях свыше даже 900 мг используют. В нашей стране максимально разрешено 600 мг. Но мы у себя в отделении назначаем до 750, есть пациенты, которые получают. Более того, что самое интересное, его можно назначать до 400 мг однократно на ночь, это помогает во многом избежать седации. То есть он ночью спит, да, утром какая-то и сонливость, но не такая большая, как может при разделении его. Побочные эффекты, да, все их боятся, у клозапина и так далее, ацитоз. Полпроцента, нет, 0,05 процента, по современным данным, развивается огромный ацитоз. В общем, серьезное состояние, я даже два раза видел его. Но контроль, в общем-то, белой крови, как известно, да, первые 6 месяцев это еженедельный контроль, мы в стационарах, мы берем эту кровь, ну вот у нас проблем не возникает. И, соответственно, дальше вторые полгода, раз в две недели и потом каждый месяц. Вот я ссылку не поставил, значит, у меня встретилась, наверное, где-то полгода назад статья, которую я найти не смог, готовясь к лекции никак. Так, где были некоторые методы коррекции, вот именно побочных эффектов при клозапине, и там было указано, что добавление карбоната лития к терапии клозапином помогает как-то снизить риск и даже снизить проявление агромоцитоза. Но не пробовали, и пробовать, наверное, страшновато, потому что если будет агромоцитоз, мы скорее отменим клозапин. Миокардит – это, в общем-то, регулярный контроль ЭКГ, уровень тропонина, цириактивного белка, первые два месяца терапии. И вот даже у Шталя написано в его гайде, что это обычно побочный эффект, который свойственен именно на ранних стадиях терапии клозапина в процессе, там через шесть месяцев практически вообще не появляется. Судороги. Да, он снижает судорожный порог. Все знают, но самое главное, что это не является противопоказанием к терапии и к его отмене. Вот у нас буквально месяц назад в больнице случай, пациент резистентный в другом отделении, эффективная терапия, рутинно делают ЭКГ ему, видят судорожную активность, причем приступов не было, ему отменили все. Это не является противопоказанием, мы можем назначать антиконвульсант, и дальше он будет прекрасно получать все это, никаких проблем. Вот тоже ссылки нет, о чем и говорил. Это из той же статьи был такой метод лечения, и сам я его пробую. В практике слюнотечение при клозапине бывает, сильное бывает, знаете, бывают пациенты, у которых полмайки мокрая, с утра и подушка мокрая, действительно там аспирационные всякие пневмонии увеличивается, частота при нем. Но добавление метрептилина в небольших дозах действительно ее снижает, снижает значительно. Вот буквально мы там 37,5-50 миллиграмм в сутки добавляем, и значительно снижаются слюнотечения. Ну, есть еще седация, такой побочный эффект, тоже известный. Вот перенос именно на ночь позволяет его избежать. И более того, я недавно прочитал, что со временем, в течение 3-6 месяцев она проходит. И действительно у нас есть сейчас пациент, который в октябре у него была на 400 миллиграммах выраженная седация, то есть он лежал просто сутками практически. Потом там по всяким парамедицинским причинам был переведен из нашего отделения и поступил к нам буквально через 4 месяца на дозе 750 миллиграмм без седации. То есть он ходит абсолютно, ну, утром, да, залеживается, но в остальное время он ходит. И ничего, вот монотерапия к лозапинам. Прошло время, уменьшились побочные эффекты. Что делать, когда к лозапин неэффективен? Да, это вот уже популяция ультрарезистентных пациентов. И по ней, сразу хочу вам сказать, по этим пациентам данных каких-то нет. Таких доказательных, чтобы можно было рекомендовать. Это уже вот как раз, наверное, такое поле деятельности клиницистов, да, которые клинический опыт должны мы включать, пытаться подобрать. Есть отрывочные данные по респиридону. Пишу противоречивый, потому что есть данные, которые говорят о том, что он, да, эффективен в сочетании с лозапином, а есть данные, которые говорят, что кроме побочных эффектов усиления ничего нет. А репепрозол. Вот по репепрозолу есть слабые данные эффективности. Буквально одна-две работы, которые говорят о том, что, да, он в сочетании с лозапином немного эффективнее. И есть слабые данные об эффективности. Это уже не о клозапине, а о аугментации атипичного, антипсихотико-типичным. То есть получает он у нас, не знаю, респиридон, неэффективен, резистентен, мы ему добавляем галопиридол и как лучше становится. Но это все сугубо индивидуально, вы это понимаете. Так, аугментация к лозапинам может не только быть антипсихотиком, но и по норматимикам есть данные. Это ламадриджин, тоже единичные работы эффективности, топирамат, вальпрааты. По карбонату лития, по литию у нас есть тоже данные. Но там как есть за, так и против, потому что риск побочных эффектов значительно возрастает. По антидепрессантам. Всего я нашел 4 антидепрессанта первых, вернее даже как бы 5, но если по первым четырем это просто слабые данные эффективности, то вот фуоксамин был как раз, его рекомендуют и авторы даже аргументируют свою рекомендацию тем, что фуоксамин, насколько я помню, он по-моему является ингибитором ЦИП-3А4, да, Дмитрий Владимирович? Нет, ну у них есть конкуренция с клозапином и за счет именно замедления метаболизма клозапина фуоксамин повышает его уровень в крови. ЦИП-1А2, да, да, да. И вот именно за счет этого они аргументируют повышение эффективности клозапина. Но указывают на то, что надо это все делать аккуратно, понятно, что побочные эффекты могут возрасти, но если неэффективен, можно попробовать. Я еще не пробовал, надеюсь, попробую. Как я вам говорил, нет доказательной базы, да, вот именно по аугментации клозапина. Надо понимать, что это такое творческое поле для деятельности, аккуратно мы должны это делать, понимать, что сочетанный прием и поле прогнозеи увеличивает риск побочных эффектов, и на достаточно серьезных побочных эффектов. Вот буквально новая статья, ее мне недавно Дмитрий Владимирович прислал, по луразидону. Все, наверное, вы слышали, новый антипсихотик недавно появился. Тоже очень приличные авторы, которые занимаются резистентностью, показали, что он эффективен при терапевтической резистентности, но требует более длительного срока применения. То есть лечили им 8 недель психотических больных, разделяли выборку случайным образом и, в общем, рандомизированно. Одни получали дозу 80 мг, другие 240 мг. 240 – достаточно большая его доза. Показали, что обе дозы эффективны, они как-то снижают позитивные симптомы. При этом они добавляли к терапии бензодиазепины на первых парах, чтобы снять возбуждение. И также, кроме того, они измеряли когнитивные функции и показали, что он улучшает именно исполнительские когнитивные функции у пациентов с резистентностью. Но вот поправляют, что требуется длительная терапия 6-8 месяцев. На самом деле, очень интересная работа. И так как мы имеем доступ и лечим таких пациентов, я бы хотел попробовать в урозидонам полечить именно вот этих больных. Это, конечно, безусловно, может быть какое-то новое поле для деятельности. Дальше нелекарственные методы. Это тоже все знаем. Электросудорожная терапия. И до 60 пациентов именно с ультрарезистентностью отвечают на электросудорожную терапию. Несмотря на такую грубость метода, я не знаю, кто видел, кто применял, но метод достаточно безопасен, может проводиться беременным женщинам, как известно. Ухудшение когнитивных функций, оно достаточно кратковременное, но не влияет никак на негативную симпатику, только в отношении позитивных симптомов. И, в общем, какие-то есть риски, связанные с анестезией. Это, наверное, больше реаниматологи могут нам рассказать. Три существуют таких методов наложения электродов. И вот считается, что как-то их выбирая, можно оптимальный подобрать способ. То есть это правая униполярная с одной стороны, с правой. Но считается, что при шизофрении достаточно эффективность его низкая. Битемпоральная – высокий риск развития когнитивных нарушений. Вот как раз бифронтальная – это высокая эффективность и низкий риск когнитивных нарушений. Наверное, судя по этому, бифронтальная предпочтительная. Но обычно все-таки во всех центрах, где проводится электросудорожная терапия, есть один метод, к которому все привыкли, и все его проводят. Обычно это так. ТМС тоже активно используется сейчас. Новая методика. Это, безусловно, очень легкая в использовании, неинвазивная методика. У нас в больнице недавно она появилась, но сами мы не пробовали. Но в НИИ, в НИИ психиатрии, где у нас тоже база, там делают. И ее эффективность подтверждена именно в отношении стойкого вербального галлюциноза. Он, безусловно, снижает. Там есть… Я мало с ней знаком с этой методикой, только слышал. Но есть определенные алгоритмы, то есть протоколы с таким массивным воздействием, которые позволяют улучшить эти симптомы. Это стимуляция левой височной теменной коры головного мозга. Но механизм действия может быть только вероятным. Уменьшение кровотока в областях, которые именно вовлечены в галлюциноз. И таким образом как-то снижается. Глубокая стимуляция мозга. Это такой метод на перспективу. В общем, ИВДИИ он одобрен для Паркинсона, спонтанного тремора, дистонии. То есть при неврологических расстройствах. И есть только какие-то отдельные описания клинических случаев. Снижение позитивных симптомов. Ну метод, понятно, что сложный, дорогостоящий. Вживление электродов. Я в один раз видел такого пациента. Вы, наверное, всех тоже, может быть, кто-то встречали с этими электродами. При УКР, безусловно, у него есть эффективность. Но это метод на перспективу. Возможно, что когда-то мы таким образом сможем лечить это. И психотерапия. Как ни странно. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Везде описано, что она эффективна. Снижает проявление слуховых галлюцинаций. И когнитивная реабилитация. Улучшает когнитивный дефицит при шизофрении. Но на сегодняшний день я сколько ни говорил с психотерапевтами. Ни один психотерапевт не соглашается поработать с нашими пациентами. Мне на самом деле было бы интересно, если бы был психотерапевт, который был бы замотивирован, может быть, диссертацию написать, еще что-то и поработать. Потому что везде описано. Но наши больничные психотерапевты не хотят этим заниматься. Потому что, с их слов, КПТ неприменимо к этим пациентам. Так ли это не так? Но логика, наверное, какая-то есть. Если мы не можем помочь ему, мы должны хотя бы научить его жить с этими переживаниями. И, наверное, в каком-то проценте случаев мы сможем ему облегчить жизнь. Потому что все, вы знаете, есть люди с хроническим галлюционозом, живут и работают даже. Поэтому суммируя. Это, безусловно, первый метод Клозапин. Его не надо бояться, его надо делать, контролировать. И тогда мы позволим ряду пациентов... Вот у нас есть в отделении хороший пример пациента, который регулярно госпитализируется, галлюцинировал много лет. Никто никогда Клозапин не назначал. Более того, пациент комплоентный. И его всегда лечили Клопексолом-Депо. То есть, ну, очень часто вот наши пациенты резистентны именно почему-то Клопексол-Депо им делают. Вот во взрослой психиатрии. Это вот прям... Если резистент, он обязательно будет Клопексолом поступать. Много лет не галлюцинирует его сам Ману. У него бредовые идеи. У него такие парафренного характера. Причем у него, в общем-то, есть критика. Он говорит, я считаю себя Богом. То есть, я просыпаюсь и думаю, что я Бог. Мы расценили, как резистентного. Начали лечить Клозапином. И недели через три он сказал, что я сегодня проснулся и понял, что я не Бог. Говорит, вот первый раз в жизни. И действительно все это прошло. Выписался, в общем-то, в нормальном виде. Но, правда, в диспансере все равно сделали Клопексол-Депо. Потом сказали, что он на Клозапине не удержится и так далее. Но он компонентный, все пьет. Не знаю, как дальше. Судьба его поступит, не поступит. Но вот хотя бы кому-то удается помогать. Действительно, это так. Дальше аугментация Клозапина. Да, как мы говорили. В общем, легко применять. В любом стационаре можем комбинировать, как хотим. Но надо понимать, что это повышенный риск нежелательных реакций. Надо контролировать. СТ эффективен. Когнитивное нарушение спутанности. Минусы. И минусы, это, конечно, доступность. У него хоть метод и простой, но нужна реанимация. Реаниматолог нужен. Далеко не во всех центрах есть электросудорожная терапия. Вот. МС тоже он эффективен. Нет никаких данных по сроку. Насколько проходит. Нет галлюцинации, как долго хватает эффекта. Но метод на перспективу. Его исследуют, с ним работают. Поэтому глубокая стимуляция мозга. Тоже перспектива, но ограничения нам всем понятны. Дорого. И хирургический метод. И так далее. И психотерапия. Эффективно, легко, но нет специалистов обученных. Вот, коллеги, все. Это все. Спасибо. Если... Спасибо.